Глава рода Лермонтовых оценил выступление Порошенко, процитировавшего стихотворение «Прощай, немытая Россия», заметка от Марианы Черсиной на «Раша Тудэ». Глава рода Лермонтовых, первый заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты России Михаил Лермонтов в беседе с «Раша Тудэ» дал оценку выступлению президента Украины Петра Порошенко, зачитавшего строки и стихотворения «Прощай, немытая Россия». «Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто его господа. К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с измененным сознанием в этой стране. В русской литературе есть такое понятие, как «чужебесие». Это то, что сейчас происходит на Украине», считает он. Лермонтов также напомнил, что стихотворение, вероятно, не принадлежало перу русского классика. «Нет автографа этого произведения, написанного рукой Лермонтова. Оно переписано кем-то с указанием, что стихотворение было услышано от классика, то есть это произведение ему приписано, а не достоверно принадлежащее», отметил собеседник. От себя скажу, что есть данные о том, что это стихотворение появилось через 10 или более лет после того, как умер Лермонтов. То есть это стихотворение не доказано, что принадлежит ему. Ранее президент Украины Петр Порошенко на мероприятии по случаю начала безвизового режима с ЕС процитировал стихотворение русского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Если вы захотите посмотреть это видео, можете зайти по ссылке, которую я дам, нажать и посмотреть видео «8 минут», где Петр Порошенко как раз все это и говорит. Но если вы не владеете украинским языком, вы ничего не поймете. Если я в детстве в Сибири, где у нас было много украинцев, понимал все, что говорят украинцы на 90%, то сейчас новый язык, новояз, украинский, на котором говорит Порошенко и все остальные, я не понимаю на те же 90%. Это какой-то новый украинский язык. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Канал Веб-Рассказ.